Плюс два грузовика по численности, может быть это уравняется к тому, что мы называем рота. Ищан и Ков, я полагаю, они лихо ездили по улицам и вроде бы не поехали на учение, хотя мы думали о том, что вот это обыкновенное какое-то учение вокруг возможных стратегических объектов. Мы попытались софиксировать эти кадры, думая о том, что вот это еще не всерьез, что керосином не пахнет. И вот когда ты снимешь вот такие кадры, ты никогда не знаешь, какие чувства будут, когда вот дело пойдет по-серьезному. Вот видим, как они катались скоростью 50-60 километров. Машины гражданские пустили в военную колонну без проблем и не обращали особенного внимания. Думали, наверное, в этот момент, что мы по пути телебашни и, как вы видите, встречное движение, немножко притормозить скорость. Вот обгоняют гражданских машин и впереди вы тоже видите два грузовика с солдатами вооруженными, которые были готовы к действию. Как раз время это 12 часов, мы только что приехали из парламента, где мы снимали разные митинги. Там единство и вот витокцы, которые пели свои национальные песни. И вроде бы все было в нашем принципе довольно тихо, хотя эмоции были на площади. А вот тут выходят советские солдаты и вроде бы попытаются выстраиваться, как нормальное поведение на учениях. Но вот когда солдаты немножко постояли, начинается вот действие, которое не очень похоже на учения. И вот тут выпрыгнули первые солдаты, которые направлялись на задний вход в доме печати. Танки рвались через лужайку. Мы просто убежали, чтобы нас не раздавляли. Ситуация была совершенно непредсказуемая. Люди уже приехали к дому печати до войск. Как-то предчувствовали то, что творится сейчас. И страх охватил людей, хотя большинство, конечно, просто сплотнились вокруг входа. Наши солдаты были нервозными, можно сказать, но очень, так сказать, с целью нападали на главные входы в доме печати. Горко, конечно, что когда армия делает свои учения, первый удар производится по слову на доме печати. Вот этот лейтенант ни с кем не хотел говорить. Мы попросили, чтобы он высказывал свое мнение о том, что произошло. Но тут был нам приказ ни с кем не общаться. Может быть, стоило бы поговорить с людьми вместо таких действий. И вот тут танк запускается к заднему входу, чтобы подкрепить там охрану, никого не отпустить и никого не выпустить пока. Люди аргументировали отчаянно, попросили солдаты обдумываться, что вы делаете. Но тут была столба, была стена тишины с их стороны, не хотели общаться с людьми. Этот человек говорит о том, что сам служил в советской армии. И сейчас мы у главного входа, где вот нет, это задний вход дома печати, опять-таки, на расстоянии. А тут главный вход, солдаты переломали путь двери, стекло. И вскоре мы увидим, как они баррикадировали мебелями главный вход дома печати. Внутри очевидцы рассказывали, что там перебили женщин, которые работали, там и разогнали всех рабочих. И ситуация была весьма, весьма напряженная. В этот момент, конечно, уже было ясно, что это не учение, дело слишком серьезное для такого выражения. Тут, по существу, попытались прикладить нашу камеру, и мы немножко отошли, чтобы спасти аппаратуру. И вышли на площадку перед домом печати, чтобы там прослеживать все события. Люди в окружали танков, попытались общаться с солдатами. Пока все спокойно. Кто здесь может дать интервью? Кто здесь может дать интервью? Пусть я убирали из Литвы. Я была вот такая, во. Я молоко двумя ведра не сла, поил этих солдат, их отцов. А их сына теперь мне пенсионерку, во. Алтумасами угрожают. Во. Какие чувства, выживать это у вас. Я просто не знаю, это не то, что возмущение. Я не могу даже высказать все свои слова. Нету слов. Это просто-напросто возвращение диктатуры из сталинских времен. Это уже очевидно, что происходит переворот. Конец всей демократии. А вы что скажете? Это фашизм, и все. И с ним надо бороться так же, как было раньше. Фашизм на бороться. Что вы хотите сказать скандинавским народам, которым мы посылаем этот материал? Чтобы они нас поддержали хоть в этом трудном часу. Извините, пожалуйста, если у нас, смотрите, чтоб еще в Скандинавии тоже вот эти же танки не стояли у их порога. Потому что... А это что происходит? Это холостые выстрелы. Нет, нет, нет. Нет. Скажите всему миру. 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 Вот это. Смотри, смотри. Нет, нет, смотри. Видите, что тогда покинет. Ну что, парни, наверное, что надо покинет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...